Хочу рассказать историю из своей жизни, которая случилась со мной на майских праздниках. Решили мы с друзьями поехать за город, у одного коллеги пустовала дача. Ну, а там, как водится банька, шашлыки, всё как полагается. Честно сказать, ехал я не только за этим, хотелось как-то освежить отношения с женой. Мужики обещали, что я это легко смогу осуществить, ведь девчонки точно будут. В общем, стал собираться. Жене, конечно, сказал, что отдохнём чисто мужской компанией. А она, надо сказать, мировая у меня женщина, чуткая и понимающая, живём вот только с ней как друзья. Ну, а что, браку 25 лет, по-другому и быть не может, чувства угасают. Двести километров от МКАД, и вот мы уже в глухом посёлке. А красота вокруг какая? Живописно, речка журчит, птички щебечут, душа поёт одним словом. Я уже в предвкушении, что мои выходные будут просто сногсшибательными. И тут коллега говорит, что женский пол пригласить не получится. Я не понимаю, что произошло, выясняю, что да как. Оказалось, за ним увязались жена с дочерью. Ну, какая уж тут свобода и отдых. Эх, сказать, что я пожалел, что приехал, это вообще ничего не сказать. Я сидел на табуреты у входа в дачный домик и думал, уехать домой или все же отдохнуть тут, не совсем так, как того хотелось. Ехал долго, жаль было потраченного времени, да и подустал уже. Что ж, было решено оставаться. Хозяин дачи сказал, что жена уже хлопочет над ужином. Ну, мы с мужиками руки мыть да за стол. Подхожу я, значит, к умывальнику, а там стоит молоденькая девчонка. Я опешил. Ладная и стройная, длинноволосая, не девочка, а загляденье. Я рот открыл, так и стоял. Вдруг она мне говорит. Здравствуйте. Чистое полотенце здесь, возьмите. Я Лена. И тут меня осенило. Да это же дочь моего коллеги. Как она вымахала. Я же ее еще маленькой помнил. А тут просто невеста, женственная, красивая. Такой встрече я был очень удивлен. Зашел в дом, мужики уже все сидели за столом. Рядом топчется жена хозяина. То огурчики подаст, то картошечку. Нас с Леной, как опоздавших, посадили рядышком, где место было. Я, как истинный джентльмен, начал за ней ухаживать, положил разных вкусностей на тарелку. Она сидит, улыбается, мое внимание ей приятно. Первый тост, за ним второй, а дальше смотрю я на Лену и понимаю, как-то она смотрит на меня пристально, прожигает взглядом. Через минуту я просто опешил, почувствовал ее руку на своей ноге. Она мне говорит. Подайте мне, рыбки, пожалуйста, сама при этом улыбается так хитро, как лиса. Между нами 22 года, разница, однако. Я и подумать не мог, что могу получать знаки внимания от такой молодой красивой девушки. Значит, я еще хорош собой. Или они любят постарше, опытных мужчин. А может, мне только кажется, что я ей нравлюсь. Может, без задней мысли дотронулась до меня. Сам себя стал мыслями путать. Тем временем, друзья мои вместе с хозяевами дачи напились так, что уже не обращали на нас никакого внимания. Лена доела все, чем я ее угощал. Она приподнялась, нагнулась ко мне и прошептала на ухо, чтобы я шел за ней. Я от неожиданности не знал, как спрятать свою радость. Улыбка до ушей, встал из-за стола, иду, ноги заплетаются. Свечусь от одной лишь мысли, что молодая девчонка обратила на меня старика свое внимание. Выхожу во двор, а она так уже танцует. Увидела, что я вышел и побежала в сторону реки. Я, естественно, за ней. Она бежит, хохочет, я пытаюсь догнать, но градус ударил в голову, ноги заплетаются, но бегу. Седина в голову, бес в ребро. Я уже не мог остановиться. Мы с Леной купались в реке, и было ощущение, что рядом со мной русалка. Я думал, что так не бывает, чтобы я на старости лет попал в такое приключение. Веселая девчонка словно подарила мне вторую молодость. А ее прикосновения ко мне были чем-то невообразимым. Под утро мы вернулись в дачный домик. Друзья и родители Лены все еще спали. Мы взяли бутылочку красного со стола и вышли снова на улицу во двор. Выпив прямо из бутылки, Лена сказала. Я с детства мечтала быть с вами. Вы всегда были таким добрым ко мне, таким обходительным. Это все какой-то сон, но я так рада, что он стал реальностью. Лена мило улыбнулась и сделала еще глоток. Я молчал, просто сидел и улыбался. Это внучка сводила меня с ума. Я завел негромко песню и пустил ее по кругу в пляс. А после уже наскакавшись уселась рядом и стала как шелковая. Вот только пока мы думали, что мы одни, за нами пристально наблюдали. Внезапно на пороге появился мой коллега, отец Лены. Он хоть и был с просонья и под шефе, но, кажется, все понял. Таким строгим его взгляд не был никогда. Елена, быстро в дом. Лена украдкой посмотрела на меня, потом на отца, потом снова на меня. Наверное, она ждала, что я что-то скажу. Но я не представлял, что я могу ответить. Это решение далось мне с большим трудом, но я все же собрал свои вещи и поехал домой. Я не стал прощаться ни с Леной, ни с друзьями. Поймите меня правильно, я не хотел разрушать сказку, которая со мной приключилась. Но как же хочется ее повторить. А с коллегой мы так и продолжаем общаться. Он делает вид, что ничего не произошло, да и я тоже. В общем, могу смело заявить, что мои выходные удались.